Принципиальная позиция России в отношении взятого Киевом курса на вступление в Североатлантический Альянс хорошо известна вам. Подчеркну, что возможное дальнейшее расширение Альянса на Восток неизбежно приведёт к очень серьёзному военно-политическому сдвигу не только в Европе, но и во всём мире. Альянс затронет напрямую национальные интересы безопасности России и вынудит нашу страну принять необходимые адекватные меры. Вообще складывается впечатление, что нынешнее украинское руководство рассматривает сближение с Североатлантическим Союзом как альтернативу развитию нормальных отношений с Российской Федерацией. Это может привести к дальнейшему осложнению наших двусторонних отношений с этой братской страной, воспрепятствовать решению целого ряда вопросов сотрудничества во многих областях, включая экономику, энергетику и целый ряд других. У нас вызывает недоумение, что нынешнее решение Верховной Рады, которое было инициировано президентом Порошенко, принято именно в момент, когда наметились некоторые позитивные тенденции в урегулировании кризиса на юго-востоке Украины. Убеждены, что евроатлантический крен во внешней и внутренней политике украинского государства вряд ли будет способствовать выходу страны из глубокого внутриполитического и экономического кризиса. Очевидно также, что НАТОвские амбиции руководства Украины еще более затруднят реализацию сложнейшей задачи, которая стоит перед украинской государственностью, а именно поиск путей общенационального диалога и согласия. В России выступают за создание атмосферы, доверие между странами, против создания новых разделительных линий. В Евроатлантике природа современных рисков и угроз безопасности требует совершенно иных неконфронтационных подходов и схем межгосударственного взаимодействия. И еще один важный момент. Во многих комментариях и в заявлениях политиков не только на Украине, но и в Североатлантическом альянсе ссылаются на право государства выбирать способы и формы обеспечения собственной безопасности. С этим, кстати, никто не спорит. Но все забывают, что есть принцип, который был одобрен во многих документах ОБСЕ, а также Совета России и НАТО, который гласит о том, что при выборе и обеспечении форм национальной безопасности всегда надо учитывать угрозы, которые могут потенциально создаваться для других государств этого региона. Это очень важная констатация, поскольку она отражает как раз принцип неделимости безопасности, и принятое в ОБСЕ и в других форматах концепция всеобщей евроатлантической безопасности главным сегментом, который является как раз принцип обеспечения национальной безопасности, не в ущерб безопасности других государств. Вот эта важная констатация, она почему-то опускается очень многими политиками. Кстати говоря, этот принцип, закрепленный во многих документах, которые подписывались главами государств и правительств в рамках деятельности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также в рамках наших отношений с Североатлантическим альянсом.